Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, к сожалению, экономика это неестественная, а скорее противоестественная наука, потому что в нашей науке невозможно доказательство. А это значит, что вся та цифровизация, вот эти объемы новых данных, которые мы делаем, модели и другие предложения по этой области, они, к сожалению, не являются истинной последней инстанцией. Ни одна модель не является абсолютным доказательством. И в конечном счете решение принимает тот человек, который обречен властью. В этой связи понятно, что есть естественные ограничения на пути вот этого движения к абсолютной цифровизации принятия решений. И опять же, качество управления все равно будет впереди всего. Что мы сейчас имеем? На самом деле в нашей экономике в прошлом году произошел масштабный структурный сдвиг, которого мы не видели, но нам на последние 20-25 лет. Фактически мы получили экономику, в которой главным драйвером стала обрабатывающая промышленность. При этом темпы роста в таких видах деятельности, как производство готовых металлических изделий, ну допустим, это оборонка, там 30-35 процентов. В других машиностроительных видах деятельности 25-30 процентов. Понятно, что такие темпы роста означают очень быструю загрузку производственных мощностей. И это значит, что мы очень быстро из одного качества, качество, которое связано с использованием имеющегося потенциала, подходим к стадии, когда этот потенциал будет задействован. И потребуются новые решения. И вообще, все развитие нашей экономики в ближайшие 10-15 лет, это будет история, когда надо будет очень быстро менять модель управления и модель развития экономики. Потому что факторы, которые будут развивать нашу экономику, будут очень быстро меняться. Вот то, что сейчас говорил господин Бисмарк. Значит, на самом деле, мне кажется, что вся вот эта геополитическая ситуация, в которой мы находимся, в значительной степени была спровоцирована тем, что в течение почти 10, более чем 10 лет наша экономика росла очень медленно. Наш рынок стал менее значимым для мировой экономики, в том числе и для европейских компаний, которые в свою очередь потеряли интерес в значительной степени к тому, что происходит здесь у нас в России. И вот это вот выключение России из лидеров экономического роста, это был важнейший фактор, в том числе и нарастание вот этой геополитической напряженности. На самом деле, отсюда простой вывод. Усиление мощи нашей экономики будет как раз способствовать тому, что мы сможем наладить наши отношения, в том числе с нашими традиционными партнерами, после, конечно, того, как произойдет определенная деэскалация. Потому что, как мы видим, крупные европейские компании, многие уже пожалели о том, что они ушли с нашего рынка. Ключевые проблемы нашей экономики связаны с низкой эффективностью производства. И они никуда, к сожалению, не ушли. И если мы говорим про инвестиции, и говорим про то, что на самом деле, так сказать, никаких вариантов, кроме как увеличивать вложение в основной капитал, не существует, то, конечно, все силы правительства и бизнеса должны быть направлены на то, чтобы эту ситуацию с эффективностью каким-то образом изменить. Что здесь у нас ключевое? Мы все время говорим о дефиците трудовых ресурсов. Да, в краткосрочной перспективе дефицит квалифицированных кадров является проблемой. Но в реальности 30% рабочих мест в нашей стране, рабочие места низко квалифицированы, с низким уровнем оплаты труда. И если эту ситуацию не изменить, то у нас такая останется, значит, такая вот динамика, когда 20 миллионов рабочих мест, это рабочие места с уровнем зарплаты на уровне или выше средней, а 50 миллионов рабочих мест у нас получают зарплату ниже средней или на уровне средней. И понятно, что в этих условиях у нас возникают проблемы не только со стороны предложения. Совершенно справедливо президент на Петербургском форуме говорил об экономике предложений. Но у нас проблемы и на стороне спроса. Потому что мы видим, что несмотря на двукратный рост доходов населения за 15 лет последних, фактически доля потребления первичных товаров и услуг, продовольствия, услуг ЖКХ, общественного транспорта вообще не изменилась. То есть она остается на одном и том же уровне. Это парадокс, которого не было пока в современной истории крупных стран. Рост доходов не приводит к улучшению качества потребления. И с этим нужно бороться. Конечно, если мы говорим, что у нас проблемы на стороне спроса и предложения, то возникает вопрос налоговой системы. Президент в своем послании 29 апреля обозначил эту проблему, что дискуссия о налогах начинается. Но что здесь нужно сказать? У нас налоги воспринимаются и Минфином, прежде всего, как фискальная функция, как функция обеспечения доходов. Но мы не включаем другую и очень важную функцию налогов, стимулирующую. Потому что если мы говорим о росте налога на прибыль, то уж, конечно, нужно говорить о пропорциональном росте налогового вычета за инвестиционное вложение. Если мы говорим о прогрессивной шкале подоходного налога, то это тоже должно означать огромные, серьезные вычеты для тех людей, которые употребляют отечественные товары и услуги, собственно, продвигая это с оптиклоничное производство. И вот об этом нужно думать, об эшелонировании экономической политики. Потому что те решения, которые мы можем принять сейчас, уже завтра могут быть неэффективными. Нужно смотреть на экономику, в динамике, как она развивается и какие меры экономической политики являются эффективны в тот или иной момент. Спасибо. 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 Спасибо.